Всем добрый вечер! Мы продолжаем наше чтение книги Рава Уришерки «Хидуш Гадоль». И у нас новый раздел, который называется «Служение Всевышнему». Итак, первый отрывок – «Божественное указание» согласно учению Равы Иуды Леона Ашкинази Манитута. Когда служение Всевышнему вытекает из внутреннего побуждения человека, тогда логично предположить, что в конечном счете человек находится внутри себя, в четырех своих человеческих локтях. Вот как-то так. Здесь, наверное, я попрошу Нахаму объяснить, что такое четыре локтя. Но вы знаете, наверное, не хуже меня, Андрея. Четыре локтя – это такое стандартное понятие в Галахе, в законе, которое определяет многие вещи, например, на расстояние, на которое можно бросать в субботу предмет. То есть можно. В общественном владении человек бросил больше четырех локтей, тогда за это полагается наказание. То есть как бы определенные меры, которые определяют многие вещи в Галахе. Но в принципе, четыре локтя – это еще и общее понятие, означающее некоторое личное пространство человека. Но оно употребляется еще и в переносном смысле, в других местах. В этом мире, например, у человека нет больше, чем четырех локтей Галахи. То есть, опять же, в прямом смысле оно употребляется для закона суббота, например, или там еще в каких-то местах. А в таком вот переносном смысле означает личное пространство, связанное видение. То есть понятно, если я иду где-то в общественном пространстве, что все, что находится в пределах вот этих четырех локтей, это как бы я. Да, да, да. Поэтому с этим связаны законы субботы. Если вы бросили вещь, она при этом вылетит из-за этого пространства, вы как бы сделали некоторое нарушение субботы. А если она не вылетела, это тоже нельзя. Но нарушение при этом не происходит, как бы она еще остается в некотором вашем личном пространстве. Не то, что это прямо, есть общественная территория, есть личная, да, частная. Шут рабим, шут эхи. Ну, в некотором смысле она еще находится в вашем личном пространстве. Так, ну, теперь понятно, да, что если человек, если служение Всевышнему, у человека вытекает из его внутреннего импульса, да, то, значит, он не покинул пределы своего вот этого, предела себя, предела внутреннего пространства. Это вообще очень непростая такая мысль. Откуда вот, казалось бы, все наши стремления, наша вера, и все, откуда они вытекают? Но это надо усвоить. Это на самом деле, на самом деле, рам, шерки к этому шерим возвращаются. Что без выхода из себя, без контакта с внешним, со Всевышним, который вне меня, то это не может прийти к правильному пониманию, к правильному вере и вообще к служению. Но я думаю, мы это увидим дальше. Да, я продолжу. Да-да. Если я тот, кто устанавливает характер того, как я связываюсь с божественным, то есть если это устанавливаю я, то это знак того, что я, по сути, связываюсь с самим собой. Как в философии, так и в религии, наверное, да. Но я остаюсь внутри мира спинозы, внутри имманентного, закрытого мира спинозы. Так, ну, я дочитаю, наверное, потом мы подробнее все это объясним. Да-да. Что не так, если я ожидаю божественного указания? Тогда я нахожусь в мире, в котором есть прорыв границ природы, в мире свободно, поскольку я встречаюсь с бесконечностью. Вот как-то так. Вообще, Раф Шерки поднимает эту тему на многих своих уроках. Он говорит, что такое понятие, как религиозное чувство, то есть вот это внутренний порыв, что человек ощущает, что он хочет что-то сделать для Всевышнего. И он говорит, что это, по сути, корень идолопоклонства, не больше, не меньше. И он говорит, что то, что заставило сделать золотого тельца евреев, это было вот именно религиозное чувство, да, внутренний порыв, да. Вот ушел тот человек, Муше, который им указывал, что делать, да, и их вот это религиозное чувство, оно их заставило сказать, сделай нам Бога, да. То есть вот этот порыв, и он говорит, что вот это корень всего идолопоклонства, да, когда у людей какое-то чувство, и они идут к какому-то там религиозному человеку и говорят, сделай нам Бога, да, вот это вот. И, то есть, если человек действует под давлением вот этого импульса внутреннего, да, вот, Раф Шерке говорит, что он, по сути, не связывается со Всевышним, а связывается он с самим собой, да, потому что вот это движение, оно идет не снаружи, а изнутри, да, и в противоположных техному человек, как здесь написано, ждет божественного указания, да, и тогда он находится именно в мире, в мире, связанном с бесконечностью. Да, вот, наверное, надо прояснить, это очень, конечно, грубо, можно только сказать, что такое философия спиноза, почему она граничит с зубоклонствами, почему, если человек ищет служение, исходя из самого себя, своего восприятия мира, не ожидая чего-то указания, которое происходит снаружи, вне этого мира, почему это параллельно философии спиноза? Ну, потому что, ну, не знаю, на первый взгляд, по очень простому пониманию, философия спиноза – это, что мир эквивалентен оба, это же не то, что нет божественности, а вся божественность заключается в мире, то есть это пантеизм называется, по-моему, да? Нет, пантеизм. Пантеизм, да? Пантеизм, да, пантеизм – это другое, это потом я выясню. В общем, короче, при пантеизме нет ничего вне вот этого, поэтому не может быть никакого внешнего приказания, потому что все вытекает только из, как бы, природного начала, которое со мной есть божественность, оно разговаривает со мной, именно оно со мной разговаривает, а не Бог через него разговаривает со мной. Это очень большая разница, хотя, на первый взгляд, может показаться, что это похоже. Я действительно вглядываюсь в мир и в то, что со мной происходит, пытаюсь услышать через это слово Бога, но это не сам Бог, это только средство разговора со мной, это совершенно не одно и то же. И поэтому очень важен, что в мире есть откровение, которое вообще выходит за рамки природы и приоткрывает перед нами эту заветку, которую Бог себя создает. Вот мне интересно, вот эта идея, которую вы описали, она же ведь, как бы, была намного раньше спинозы у язычников и так далее. Почему вот именно спинозы здесь как выступает? То есть он в Европу, что ли, ввел, именно, как бы, выразил языки и философии это? И в Европе тоже в свое время были язычники. Я думаю, он сформулируется на философском языке, на более высоком уровне. Когда просто люди поклоняются разным силам природы различной, это не совсем то, это не совсем пантеизм. Пантеизм – это некоторое общее понимание всей природы, как некоторые, насколько я понимаю, как некоторые единые силы, которые, собственно, являются Богом. Это не то, что есть Бог ветра или Бог дождя, что в мире существуют разные силы, с которыми человек и не делает. А над всем этим какой-нибудь там дуральный, как это сказать, рог, да, который вообще ни во что не вмешивается. Как это такой стандартной схемой глупоколокства? Да, извините, совсем так. Тогда все эти силы – это проявление некоторого начала, которое находится уже с начала в природе. Ну, я просто не знаю, когда общался с буддистами, с йогами, с язычниками, да, и вот они отвергают именно вот эту идею трансцендентного, что Бог во всем, да, Он здесь, нет ничего, кроме этого мира, нет другой жизни, там, все здесь. Вот, и вот, ну, явно они там спинозу не считали, то есть они постигли, наверное, вот на Дальнем Востоке, вот то, что они говорят. Да, видимо. Я думаю, что в каком-то смысле, безусловно, право, потому что он, как бы, эту философию, через него она уже получила распространение в христианской Европе, то есть, хотя она, и ее корни, безусловно, они поле древние. То есть получается, что христианская Европа, да, которая не оформила эту мысль, да, он, получается, как бы, ну, их испортил тоже, да, что вот тот Бог, которого они не чувствовали, да, а он им доказал просто, что его нет, да, что он здесь, да, что то же самое. Причем доказал по Библии. И многие, как выясняется, эту идею приняли, да, вот, например, там, ну, с христианами, да, тоже, если многими я общаюсь, да, выясняется, что они, как вот этот спинозизм, да, принимают за христианство, да, то, что было до этого, уже, собственно, никто и не помнит. Ну, да, это, конечно, не так просто, потому что это целая философия. Я сразу сказала, что мы в упрощенном виде пытаемся понять, почему он этот спинозизм, действительно, Рафшек. Именно из-за того, что это, вот, как вы сказали, отрицательный сендент. Так, ну, мы обсудили философию спинозы, да, значит, основная идея в этом отрывке, наверное, для многих прозвучит неожиданно и шокирующе, да, что вот это религиозное чувство, то есть внутренний порыв, да, Рафшерк его отвергает и говорит, что оно не связывает с Богом, не выводит, оставляя человека в границах самого себя. Есть, может быть, какие-то вопросы? Можно? Да, Сауре. Здравствуйте всем. Шалом. Привет. Да, да, вот Андрей, вы сказали про мысль, вот то, что Рафшерк сейчас сказал, это как бы, вот я тут слушал, слушал, как-то и вот неожиданная мысль, шокированная она, если честно. Я не знаю, насколько с ней можно согласиться, вот по моему опыту, я как бы искал Бога, но как бы, ну, эти все, такие чувства как бы были такие, но вот я хочу приблизиться к нему, и я бы, ну, я бы сказал все-таки вот пришел к еврейскому Богу, если честно. То есть, ну... Дорога по которой, может, я неправильно понимаю мысль Рафшерки? Нет, это очень верный вопрос, который здесь возникает, и просто нужно, мне кажется, различить. У нас есть что-то, что толкает нас к Богу и заставляет его искать, но при этом мы должны найти его повеление, его откровение, выйти за рамки природы, понять, что он находится на дне. Если мы этого не сделаем, мы остаемся только... Я вот понимаю это так, я чувствую так, я с Богом связываюсь через свои чувства, как мне кажется, правильно. Тогда исчезает вот этот компонент, который, в принципе, на самом деле очень важен, компонент связи с другим, с тем, кто находится, с трецедентным Богом, например. Но очень важно, что структура религии, об этом мне тоже говорит, она является некой моделью, в которой строятся отношения между людьми. И в той религии, где человек не в состоянии выйти за свои рамки, он и отношения с людьми строит, не учитывая другого человека, а только учитывая собственные потребности, собственное понимание, собственное видение. Он не готов услышать другого, понять его нужды, понять ему, дать ему место и так далее. Поэтому это очень важная вещь, большая разница. То, что человек ищет Бога, он ищет вот эту вот связь с другим. Да. Именно. А если он опирается на свое понимание, то он его не ищет. Это большая разница. Вот это мне так кажется. Не знаю, что скажет Андрей. Я еще заметил, когда слушал в разное время истории, как люди приходили к Богу. Вот такое интересное различие, как приходили евреи и в разные другие религии. И вот в другие религии у людей был какой-то удар по голове, откровение. Раз, там, какой-то ситуации, и тут я почувствовал. А вот когда я слушал истории евреев, как они возвращались, делая живу, причем берут у них интервью на народы мира и ожидают какого-то откровения. Они говорят, я родился в светской семье, потом я стал изучать историю своего народа, и так я стал религиозным. Вот что интересно. Не было никакого удара по голове, откровения. То есть человек именно изучает историю своего народа, на первый взгляд, никак не связанный с религией, с откровением, трансцендентным. Но тут он как раз получает вот эту вот информацию из вне. И так вот он, то есть он связывается вот с этим каналом. И через это он приходит. Вот что было. Да, я только хотел добавить, что вы правы, Андрей. Наверное, все-таки у еврейского народа есть, ну, я не знаю, у них как-то заложено. И вот наблюдаю, сколько уже они по-другому как-то, уже как-то в них заложено. Вот я помню, для меня вот это очень было тяжело, например, как бы удержать Бога. Ну, я вроде бы нашел его, но я постоянно чувствовал много-много лет, что я его теряю, что мне нужны большие усилия, как бы, чтобы сдержаться, чтобы как-то, ну, вот этой, ну, близости его, как-то, не знаю, как это назвать, чтобы не утерять, чтобы не ушла она. Вот такое чувство. А вот как бы у еврейского народа, я вот согласен, да, я заметил это тоже. Я не знаю. У еврейского народа, я думаю, то же самое. Человеку для того, чтобы... Ну, наверное, есть разные люди, наверное, разные люди. Поддерживать, как так, с другим, это тяжелая работа, это непростая вещь. От тебя требуется внук, поэтому это непросто. И заповеди, они как бы евреям даны, чтобы их поддержать, и клюбить на этом пути, но они не решают проблемы. Это недостаточно выполнять от сих до сих, для того, чтобы, так сказать, все стало просто. Это все равно остается сложно. Дело не в том, что заповеди выполнять сложно, а в том, что ты время как бы понимаешь, для чего ты это делаешь, и что ты исполняешь божественную волю. и жизнь у каждого человека дает ему разные, вы знаете сами, сложные испытания, и в них не всегда легко устоять. И в этом как бы принимаем его Всевышнего волю, я думаю. Ну, тут все-таки акцент в тексте не на то, как пришел, а именно служение, да, тут речь идет о практике, то есть вот, например, если я молюсь только когда мне хочется, да, а сегодня утром у меня нет настроения, все равно я не буду внимателен, я не буду молиться, да, вот это вот ориентир как раз на чувство, да, а когда я делаю из раза в раз что-то постоянно, да, не обращай внимания на чувство, потому что я связываюсь с тем, кого я вообще в принципе не могу ощутить, да, то есть я, ну, сегодня почувствую, завтра не почувствую, не важно, да, вот это вот то, что я указал, что вот он канал связи, произносить определенный текст в определенное время, да, вот это вот как раз является вот этим внешним указанием, и вот в этом как раз разница вот в практике, да, в служении, как я понял. Это совершенно верно, это самый вроде бы простой пример, но он очень точно отражает ситуацию. Я даже могу сказать, что и в отношении с людьми то же самое, представьте себе родителей, которые играют с детьми или там занимаются, им только когда это приятно и не доставляет никаких тяжелых ощущений, а когда ребенок плачет, когда он больно, когда он раздражает, ну, мне лопали, почему я должен этим заниматься, да, это как бы примитивный тоже пример, но мне кажется, он тоже отражает некоторую сущность того, что обязанности наши по отношению к другим, они, как и Всевышнему, они не определяются только моим личным ощущением, моим личным пониманием, я знаю, что я должен это, 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 а если я делал сегодня то, что мне придет в голову завтра еще что-то такое, то это не служение Богу, а служение себе. Конечно, человек может сказать, я так вижу, я так понимаю, но это как бы, а то, что наши мудрецы говорят, наоборот, ну, а вот я не обязан служить. Это уже уходы от религии в каком-то смысле. Я только хотел добавить в конце, что статьи вот Рава Ширки или Рава Кука, они все-таки довольно-таки сложные, и вот иногда там слушаешь тоже вот Матан, который ведет уроки, стараешься про Рава Кука не так все просто понять, ну, нужно время переслушать еще раз понять, что они хотят сказать. Мы до конца может быть и не можем понять, но какие-то базовые вещи я думаю можно извлечь. Да, да. Спасибо большое. Мне кажется, что это действительно очень сложно. Если брать пример родителей и ребенка вообще между людьми, то между людьми все-таки существует обратная связь. Мы ее чувствуем. А молитва, если есть какое-то чувство, вот как раз то, что Рав Шерке вроде бы говорит, что так не надо, если есть чувство, то хоть какое-то есть ощущение, а так просто берешь книгу, что-то читаешь и понятия не имеешь. Может быть это ну просто какое-то бессмысленное воображаемое действие, я обращаюсь к этому серванту, на котором у меня книжка лежит. Ведь такое же тут есть. Григорий, я как раз именно потому и привела пример. Независимо от того, вы чувствуете обратную связь с другим человеком, или не чувствуете. Вот сегодня я чувствую, а завтра не чувствую. Вот сегодня мне кажется, что ты мной пренебрег, вот я вообще не обязана тебя готовить и встану. Я просто есть обязанности в отношении детей, я пойду привела пример, ты обязан их воспитывать, ты обязан ими заниматься, даже если они ведут себя совершенно ужасно и обратно или тебе с тобой пренебрегают, или с тобой никогда ты не делал. Есть некоторые обязательства в отношении другого человека, даже и это может быть здесь я далеко уйду, если я упомяну не Маниту, а вот другого французского философа Левенаса, в его подходе опять очень-очень грубо. Человек вообще отвечает за все, что есть в мире, за всех людей. Даже очень радикально он говорит, я в ответе из-за того нациста, который в меня стреляет. это очень радикально. То есть независимо ни от чего. Главное как бы слово в философии Левенаса это ответственность. Не обязательно упираться и говорить, что мы именно об ответственности говорим, но бывают разные типы связей. В исполнении заповеди как раз есть сторона ответственности. независимо от того ты чувствуешь или не чувствуешь. Должен это делать. То же самое и между людьми это так же работает. Не важно как человек к тебе относится, у тебя есть какая-то доля ответственности за любого человека, с которым ты связан в этом мире. я только хотел сказать, что тот человек, пусть даже он плохо относится, пусть даже он почти не реагирует, не благодарит, но он хоть как-то относится, так сказать, вы все-таки его чувствуете, пусть даже обиду на него чувствуете или что-нибудь такое. А вот скажем, при молитве мне, например, кажется, что лучше, когда у тебя внутри есть хоть какое-то ощущение, чем когда ты просто вот так тупо читаешь какой-то текст и вообще вообще когда какой-то текст у него есть какое-то ощущение, я думаю. Вы читаете стихи, вы читаете роман, вы читаете рассказы. У вас есть какое-то ощущение? Иногда больше, она меньше, иногда сильнее, расслабее. Оно бывает разное. И человек, когда молится, он как бы так построен молитву, что он пропускает ее через себя, он обдумывает собственную жизнь в этот момент, то есть в той мере, в которой вот эти слова молитвы сегодня его касаются. Я сегодня не такой вчера, поэтому сегодня какие-то слова молитвы для меня сегодня означает немножко другое, не то, что вчера, не то, что человек произносит молитву, вообще ничего не чувствует. По-разному бывает, конечно, нельзя человек требовать, чтобы он всегда был сто процентов намерения молитвы реализовывал, все время обдумывает. Так может, так он и молится, конечно. Но Рафшерке просто говорит, что это не главное. Даже в тот момент, что у него нету правильного намерения, он все равно должен молиться. А дальше как получится, потому что такое установление Всевышнего. Даже и как это сказать, это если мы верим в него, то на самом деле все, что со мной происходит, в какой-то смысле то, что Всевышний мне говорит, иногда мне это может нравиться, иногда мне это может не нравиться. Иногда мне кажется, что он от меня отвернулся. Но это все не важно. Ну, то есть как бы, это не снимает с меня ответственность. Ну, вот у меня такое ощущение, не знаю, что Андрей скажет. Ну, мне кажется, здесь Раф говорит, не то, что я чувствую во время молитвы это ложь, это не так, но просто, что я не должен это ставить во главе угла, что я не должен переставать молиться из-за того, что я сегодня ничего не чувствую. То, что я молюсь каждый день в определенное время, это вот именно установлено извне. То, что я чувствую, это уже как добавка, как бы бонус. Но это не значит, что если я не получил бонус, я должен оставить служение. То есть служение вытекает из указаний извне. а вот это какие-то чувства, которые при этом возникают, это не то, что награды, а как бы такой стимул. вы очень интересно сказали про молитву. Я как раз об этом думал, потому что такой период был, что молился Посидуру как бы все время, а потом раз и ну просто не могу молиться Посидуру, я как бы ну своими словами должен тоже вот и даже лучше как-то чувствую. Вот такое тоже я помню было. Ну для бнынов нет такой обязанности. Я да, я понимаю, но просто хочется вот как Андрей говорит, иметь вот эти рамки, да, вот это время, которое выбрал. И я стараюсь этого как бы и не только что вот как бы для того, чтобы поставить крестик, как говорят в народе, но для себя самого я чувствую то, что, например, вот если начинаю день не с молитвы, а с каких-то дел или что-то еще просмотреть, сразу чувствую, что это не то уже. Да, но просто вот вы хорошо очень написали, мне понравилось, что да, все-таки бывает времена, когда ты не можешь идти по этим, ну как бы рамкам, которые ты уже поставил себе, может ты устал, может что-то еще что-то, но что-то другое нужно, что-то другое нужно для перелома, да, да, Спасибо, спасибо большое. Я как раз этого не говорила, я думаю, что независимо от того, что ты чувствуешь, это то, что Рафшев тебе говорит, ты должен восполнять, и это так сказать и есть в некотором смысле вот это и есть прорыв, я не понимаю, не ощущаю и в данный момент никак не Может, я не сформулировал правильно, но я понял вас, я очень понял вас, да, я понял, что вы сказали, да. я дальше почитаю тогда, чтобы не очень зацикливался на этом. Дальше у нас как раз будет вот пример отношений с Нижним. Я вот это не помнила, я давно это читала, поэтому прошу извинить, это то, что меня пришло из Маниту, но вот Рафшерке тоже идет по этой мысли, по этой линии. В Эдонском саду человека судили в соответствии с его приверженностью заповеди от каждого дерева сада ешь и ешь и оно от дерева познания добра и знания не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь от него, то умрешь, смертью умрешь. И человека судили в соответствии с его приверженностью указанию, которое устанавливает отношения между человеком и Всевышним. Почему? Потому что в саду Эдонском человек судил непосредственно Всевышний, лицом к лицу. И он мог судить это систему отношений между человеком и Богом прямым образом. Так мне кажется. Если так, так может судить отношения к человеку со Всевышним в нашем мире, в котором Бог скрыт. И в нашем мире мы судим его в соответствии с тем, как он взаимодействует со своим ближним. Это индикация того, как каким образом устроены отношения к Богу и как были бы построены твои отношения к Богу, если бы ты с ним мог встретиться напрямую. Поэтому сказано в Писании возлюби ближнего своего как самого себя, я Всевышний, я Бог. Это означает таким точно так же, как ты относишься к ближнему, так бы ты относился ко мне, если бы ты смог встретиться со мной. Это в смысле с Богом. Поэтому это то, что Раби Аке высказал, это великое правило вторей в истории, в нашем мире. Но в будущем мире человек откроет Всевышнего, который находится внутри него. это божественное в себе, не Бога в себе, а божественное в себе. И тогда его проверка будет отношение к самому в себе. Это сложно. То есть есть три вида заповедей. Отношение человека со Всевышним, отношение человека с ближним, отношение человека с самим собой. Отношения человека с Всевышним в полной мере были только у Адама, потому что он не общался как с ближним, что для нас, как ближним. У него такое понятие, как ближний, для него был творец, у него другого ближнего не было. И за это он был осужден. Теперь творец от нас скрыт. И наше отношение с творцом, то, о чем мы говорили в предыдущем отрывке, как я молюсь, что я делаю для него, их по-честному судить нельзя. Потому как раз то, что Гриша говорил, что он от нас скрыт. И откуда я знаю, к кому я отношусь. И поэтому индикацией нашего отношения к творцу является отношение с ближним. То есть как я с ним с ближним отношусь, это как будто на его месте творец. То есть творец вместо себя он скрыл, а вместо себя поставил ближнего, для того, чтобы проверить, как человек относится к творцу. И вот эта заповедь возлюбий ближнего, что характерно, ее часто цитируют не до конца, потому что полностью она звучит «возлюби ближнего как себя, я Господь». И здесь Раф Шерке поставил паузу в интересном месте и звучит она так «возлюби ближнего, возлюби твоего ближнего, я как ты, я Господь как ты». Можно так прочитать. То есть ты должен возлюбить ближнего как себя, потому что в нем скрываюсь я, а я как ты. как-то так, да, то есть что ты жалеешь себя, так ты должен жалеть своего ближнего, потому что я – это он. И здесь уже третья ступень, которую он говорит, что точно так же, как индикация отношения к творцу в нашем мире является отношение к ближнему, так же и в будущем мире индикацией будет являться наше отношение к самому себе, о чем мы можем только догадываться. Да, вот это все понятно, последнее как бы непонятно, трудно себе представить, как это реализуется. То есть на самом деле получается, что свои отношения к ближнему все-таки человеку проще нормализовать, мы еще не достигли идеала, но мы движемся и на каком-то этапе мы сможем исправить. А отношение к самому себе оказывается еще не исправлено, и оно будет судиться как бы в будущем. Но как-то я это не очень. У меня такое предположение, если смотреть с той стороны, что Адам и Всевышний в начале были двое, потом душа Адама разбита, и соответственно то, чем мы здесь занимаемся, мы собираем вот эти осколки, исправляя свое отношение к ближнему. И вот в будущем мире она таки будет соединена опять в Адама. И тогда получается, что тот, с кем будет работать Адам, вот этот, который уже будет все человек, он будет работать как раз самим собой. Наверное, в этом есть рация, да, я тоже как-то подумал. Потому что по-другому, я думаю, вот вы хорошо опять мне сказали, что я вот как бы, если серьезно, самому себе простить очень тяжело. Даже не понимаешь, вот как это сделать, если по-честному. Другому как бы попроще даже иногда. Да, это очень важно вы говорите, потому что все-таки другой от меня дальше. Я могу про него забыть, он куда-то идет, он исчезнет с моего поля зрения, плевать мне на него, я его давно простила. А сам с собой ты все время остаешься. И не можешь забыть какие-то многие вещи, которые хотелось бы забыть. А про других я уже забыла. Вот я расскажу перед емки пор в прошлом году к моему зятю одному пришел один друг и сказал, ты знаешь, вот 10 лет назад я тебя обидел, я очень прошу прощения. Когда, что, я совершенно этого не помню. То есть он может и обиделся на секунду, но сразу простил, а вот этот человек ходит и помнит, что он обидел другого. И вот так самим собой мы не можем выкинуть из головы собственные какие-то беззавершенства или ошибки или что-то. Это интересно. Я не знаю, насколько это соответственно тому, что Рафчерки имел в виду, но есть такая сторона, наверное. удивительные вещи раскрываются. Ну что, идем дальше, если нет вопросов и добавлений. Давайте еще один отрывок добавим. Тогда я прочитаю следующий отрывок, который называется «Изучение Торы и любовь к созданиям». Шамай говорит «Сделай свои занятия Торы постоянными, говори мало, делай много и принимай каждого человека приветливо». Перкей Авот 1.15 Предложение «Сделай свои занятия Торы постоянными, учат нас великой важности, которая есть в Торе, в особенности в Торе человека, настолько, что он может достичь состояния, в котором он перестанет ценить людей, перестанет видеть ценность в людях. «О фехли йот бай тура вэсу не аума». Он станет носителем Торы, ненавидящим народ, ненавидящим Израиль. Как раз из-за того, что у него есть Тора. Настолько, что есть возможность, что он почувствует в Торе смертельный яд. трактат «Юма» 72, вторая страница. Это есть такое понятие, что Тора может быть смертельным ядом или эликсиром жизни. Этот человек, который настолько учит Тора, что перестанет видеть ценность других, он начинает чувствовать смертельный яд в Торе. «Кетсатте даши таам ты сам хаим вело сама мавет». И как узнать, что ты вкусил эликсир жизни, а не смертельный яд? «Маа симан леках ша тура ша таам мэд хи амитит». Как узнать, какой знак того, что Тора, которую ты учишь, она истинная, если ты принимаешь каждого человека приветливо. Это из серии урока права шерки «По перки авот». Вот это изречение шамая, которое начинается со слов «сделай изучение Тора постоянным», а заканчивается словами «принимай каждого человека приветливо». И Равшерки говорит, «Связывай этого единое, что сделай изучение Тора постоянным, но не настолько. Помни об опасности, которой может быть, что человек настолько наполнится Торой, что станет считать себя выше других и уже перестанет замечать творение. А это как раз и предельно важно, как мы из прошлого отрывка выучили, что является индикацией отношения к Творцу». Вот как-то так. Есть что-то добавить или спросить? Давай тогда прочтем еще один открылок, поскольку еще время есть. Еще полчаса есть. Мы же полтора часа у нас время, время есть. То есть я хотел про то, что Андрей прочитал уточнить. То есть индикация есть, что ты правильно учишь то, что ты твои отношения со всеми, несмотря наверное на какой это человек хороший или плохой, то есть должно быть приветливым и как бы приемчивым, так быть приемлемым. Это мысль здесь была высказана, да? Да, что человек, который изучает Тора, он должен помнить об опасности, что он может начать пренебрегать другими людьми. И тогда получается, что Тора для него становится смертельным ядом, то, что называется. опасности. понятно. Да, опасности они существуют. Особенно, когда мы живем в таком полярном мире. Особенно то, что сейчас происходит. Спасибо. Да, это все очень важно. И, к сожалению, очень часто видим такое противостояние, что Тора не приводит тех, к любви, а наоборот к неприятиям каких-то тех, кто идет другим путем. В ней есть эта опасность. Да, ничего не сделаешь. Давайте дальше продолжим. Кто свободен? потому что человек, который обладает истиной, или ему кажется, что он обладает истиной, он не может вынести от этой истины далек или думает иначе. Ошибается. Хочется всех поразумить, но иногда это не должно приводить к разрыву и приятию. Тогда получается, что Тору нужно принимать дасированно. То, что опять же в Тверке вот сказано главное не изучение а действия. Что человек как-то должен держать вот эту границу какую-то свою чувствовать, чтобы не только учиться, а проверять себя, как я с людьми, как я действую и так далее. Кто свободен от произнесения фразы «Лиши мифу» ради единства? Есть такая фраза, которую мы перед исполнением определенных заповедей, особенно это у сефардов принято больше, Ашкен Асад перед исполнением заповеди говорить фразу, что я исполняю эту заповеду ради единения Всевышнего и его проявления в мире и так далее. и раф тут говорит нужно ли говорить «Лиши мифу» ради единства перед каждой заповедей. И он тут говорит интересную вещь. Есть разные обычаи, сефарские раф у нас сефард, у них как бы это больше принято, а у нас меньше, у Ашкен Асад. Но он делает различие, он говорит, это зависит того, кто ты. Если ты человек, что вся его жизнь посвящена единению Всевышнего и его проявлением в нашем мире, то тогда ты не должен. Тогда ты не должен. А если ты не помнишь этого, то тогда безусловно ты должен. Мне кажется, он здесь имеет в виду, что иногда люди делают заповеди автоматически, не понимая, для чего они делают. Поэтому перед исполнением заповедей нужно еще раз себе напомнить, что вообще-то наша цель это осознать единство Всевышнего в этом мире и его проявление в этом мире и так далее. А если есть люди такие, которые это ощущают в каждый момент своей жизни, что бы с ним не происходило, они понимают, что в этом есть какой-то большой божественный план, то тогда для них это не обязательно. Ну, я прочту, может, еще один, потому что это замечание идет в некоторой логической последовательности, тем не менее, она немножко техническая. понятие заслуги, скажем так, есть такое слово схуд, схуд, Это интересное слово, оно в явлении означает и заслуги, и права. здесь будет разъясняться, я буду употреблять слово схуд, то есть на иврите, поскольку в каждом отдельном случае оно будет означать разное в соответствии с нашими мудрецами. Есть интересное, очень интересное понятие в иврите, схуд. у наших мудрецов смысл этого слова противоположит тому, которому его употребляют в современном языке. В наши дни это означает то, что полагается человеку, то есть права. Например, права ребенка, права гражданина, права женщины, права рабочего и так далее. Почему мне полагаются эти права? Потому что я пришел в этот мир для того, чтобы получать. С другой стороны, в рабинском языке, когда говорят, что у человека есть права, имеется в виду удостоился, заслужил заповедью. Здесь тогда уже, наверное, не права, а есть заслуга, есть схуд. заслуга благодарить за заповедь или за добрые дела, которые сделал так, как следует. И поскольку он заслужил, то чем-то это, своими какими-то делами, это я сейчас уже пересказываю, выполнив заповедь или сделал добрый у него есть заслуга, и поэтому у него как бы он заслужил одобрение и награду. Это совершенно противоположно представлению мне положено, скажем так, которое лежит в основе принятого понимания в нашей отношении. Ну, действительно, в нашем языке чаще действительно употребляется слово схуд как права. Хотя, например, в религиозном мире очень часто употребляется вражение тискеля митцвот. Когда ты что-то делаешь, даешь кому-то, помогаешь кому-то, даешь стаку или что-то такое, тебе часто говорят тискеля митцвот, тискеля митцвот, да, заслужи, пускай тебе будет больше заслуг, больше заповедей, тебе будет дано возможность сделать, да. То есть бывает и по-разному. Но то, что действительно Раф заметил, это особенно заметно на других языках, где эти слова просто имеют разное значение. Вы врите же, оно как бы переворачивается. И это поразительно само по себе, то как на одно слово употребляешь, оно может быть, в зависимости от того, как ты его употребляешь, оно может быть или заслугой, или правой. И есть некоторые соприкосновения между двумя двумя висениями. В целом понятно, мне кажется. Тогда я прочитаю следующий отрывочек, который в каком-то смысле продолжает предыдущий. Без Натана никто нас не ставит острых вопросов. Это да. Итак, предыдущий отрывок говорит о том, что есть что-то, что по праву рождения человек получает, а есть что-то, что он приобретает своими усилиями. Итак, следующий отрывок – важность приобретения собственного существования. получить награду не по праву – это стыдно, это ужасно. Почему? Потому что если я не приобрел свое существование, это как будто я не был сотворен. здесь мне кажется как бы имеется в виду контекст, например, там книги Дериха Шем, что человек сотворен и как бы авансом, и потом он должен заслужить право на свое существование. То есть пока что он живет в долг. Хотя это вполне возможно из Перке Аво, то, что блокнот открыт, лавка открыта, все берут в долг, рука записывает, что ты можешь пользоваться всем в этом мире, то есть этими правами ребенка, женщины и так далее. Но с другой стороны, с религиозной стороны, потом выясняется, что ты все это берешь в долг и потом ты все это должен заслужить уже. Потому что в будущем мире выясняется, что то, что ты взял, ты взял просто так, незаслуженно, и тогда это будет стыдно. Итак, я продолжаю. «Однако есть что-то, что проходит через меня и вдыхает в меня жизнь». есть некая жизненная сила, оживляющая меня, но эта жизненная сила не является мной, поскольку я ничего не сделал для того, чтобы она стала мной. Здесь он и говорит, что эта жизнь, которая проходит через меня, то, что меня оживляет, ко мне никакого отношения не имеет. Я родился и живу. Это что-то извне оживляет меня. Макшаваша акадош бараху барая треги шабуша мысль о том, что Всевышний сотворил ощущение стыда, причиняет много, приводит людей в замешательство людей, когда они учат Рамхаля, книгу 138 брат мудрости, четвертый петах. И они утверждают, ну, тогда Всевышний устроит так, что у меня не будет стыда, когда я буду получать награду. Мне кажется, я правильно понял. Ну, что основа учения Рамхаля, вот это, что Всевышний сотворил творение для того, чтобы дать ему бесконечное наслаждение, но его нужно заслужить. Он в этой жизни, человек его заслуживает, и потом он приходит, где, собственно, приходит на суд, и где если выясняется, что он его не заслужил, тогда ему становится стыдно. И вот этот стыд является его наказанием. И вот то, что этот стыд Всевышний сотворил, что он не является естественным. У некоторых, как я понял, вызывают такие мысли, что какие проблемы, что если он сотворил стыд, то он может его так же убрать. И на это они рассчитывают. Я не уверена, ты правильно понял. я не уверена, я сейчас плохо помню. По-моему, в «Датвунот», когда он все это описывает тоже, более подробно, он не пишет, что это обязательно на суде в будущем мире. Он, в принципе, мне кажется, Рамхали в этом пишет, что любое получение добра или чего бы то ни было, без того, что человек это заслужил, это хлеб стыда. Есть такой классический пример, кто не знает, что царь хотел сделать добро какому-то своему подданному, он после его дворца выкормил, поил, но человек был недоволен, ему было все равно не точно, потому что он получал все за даром, но ничего этого не заслужил. То есть с точки зрения Рамхали человек устроен так, устроен так, что он получение за даром чего-то это для него не это называется хлеб стыда, это для него неприятно. Так эти ребята говорят, нет, зачем человек так устроил, пускай, он хотел кому-то сделать добро всевышнего, в этом вся проблема, для этого он сотворил мир, для этого он сотворил человека, и теперь он на нас какой-то накладывает обязанности только для того, чтобы нам не было стыдно, пускай сделает так, чтобы нам не было стыдно, это как бы затовылька, да, тут есть некий такой логический подвох, говорят, если Бог всемогущий, он всего лишь хотел нас одарить, он хотел одарить нас добро, добро, так пускай сделает, чтобы воспринимать добро без стыда, по-моему, все правильно, но ответ стыдно, я продолжаю, не это ощущение осуждается здесь, то есть ощущение тех людей, которые не хотят мириться с самим фактом студа, не ощущение осуждается здесь, но суть, если я не приобрел право на существование, тогда я не существую, здесь это сводит как бы на это их логическую довод, он уничтожает меня, потому что он в некотором смысле переводит это в область определения, нельзя сказать, что человек существует, если он не заслужил своего существования, существование его бессмысленно, теряет смысл, значит, его как бы нет вообще, то есть смысл существования человека и реальное существование он может приобрести только если он участвует, если он исполняет что-то, если он заслужил. Ну да, это собственно с чего Раф и начал, что то, что меня оживляет, то, что меня делает живым, это что-то внешнее, это не я, поэтому я сам и как бы не существую в полном смысле словом, это как зародыш в утробе матери, у которого нет собственного существования, у бар, ерах и могу, вот слово ерах мне непонятно, это как бы тоже глагическое понятие, зародыш в чреве животного считается частью тела, поэтому в частности такой закон есть, что если зарезали корову и там в ней был теленок, он родился при этом, его вытащили живым, но его можно есть несовершаемым шхитом, теоретически, правда, этого не делают обычно, но теоретично, насколько он считается просто частью тела коровы, он становится кошерным без шхиты, это поразительно такое дело, но есть какие-то медроши, которые на этом основываются, но это сейчас не наша тема, главная идея в этом, что пока он не вышел в мир этот теленок, пока он не начал действовать самостоятельно, он считается частью тела своего животного, в котором он находится, так? Это подобие человека, который не действует самостоятельно, все умно доставляют автоматически все его потребности, автоматически удовлетворяются, он похож на зародыш в чреве. В чреве матери. И когда же человек начинает приобретать свое существование, когда он делает усилия какое-то для того, чтобы стать существующим, и это происходит в тот момент, когда он выходит из матки своей матери с криками, которые он кричит с спонтанным первым дыханием. Он уже что-то сделал сам, вот он уже каким-то образом себя приобрел. На самом деле, конечно, тут речь идет о глобальных вещах, что человек в принципе недостаточно покричать из чрева матери, ему нужно заслужить на протяжении всей своей жизни, оправдать свое существование, заслужить его, оправдать надежды Бога, которые на него возлагались, стать его партнером в сотворении себя, скажем так. Получается, здесь наша жизнь уподобляется пребыванию в чреве матери, когда мы являемся одним с чем-то внешним по отношению к нам. И для того, чтобы заслужить собственное существование, мы должны делать какие-то кардинально другие поступки, подобно вот этим движением, криком вот этого ребенка. И вот это, насколько я понимаю, является заповедь, как именно внешнее указание, которое идет против природы. Человек все делает спонтанно, ест, пьет и так далее, но ему дается заповедь извне, что он должен что-то сделать против своей природы, символическое, либо есть какие-то заповеди, где нужно радикально свою природу преодолевать. И вот эти действия являются именно моими личными действиями, а не действия моего животного, моей природы, моей наследственности, общества и так далее. И вот это уже называется приобретением собственного существования, подобного вот этим криком младенца, рождающегося. Это как-то смыкается с тем, с чего мы начали, что если человек служит Всевышнему только из самого себя, он остается в самом себе. только тогда, когда он совершает какие-то действия заповеданные Всевышнему, этим он приобретает свое существование. У нас есть еще 8 минут, может быть, есть какие-то вопросы? Да, хорошо бы. Да вот не знаю, я вот все думаю об этом. Мне кажется, здесь очень большой элемент, во-первых, фантазии человека, а во-вторых, его самооценки, ну потому что а кто в состоянии как бы оценить, допустим, данного человека, вот заслужил он или не заслужил, он начинает оценивать сам. Если у него низкая самооценка, то ему все время кажется, что нет, я плохой, я не сделал. Если наоборот слишком высокая, то наоборот все будет. То есть все как-то зависит от нашей фантазии. Ну, не от фантазии, а от нашей личности. Действительно, люди разные совершенно. Ну, и это по этому поводу мудрецы, они тоже к этому заодносятся. они говорят, что когда человек помнит о своих заслугах, Всевышний о них забывает и наоборот. Так что они не оставляют тех, кто забывает о своих заслугах, не ценит их и так далее. Он говорит, не волнуйтесь, Бог вас будет помнить. Ну, я не знаю. На это могу сказать ответ Рабина Ахмана, который говорит, что прежде всего человек должен оценить себя, вот кем я являюсь, склонным недооценивать свои заслуги или наоборот и действовать наоборот. То есть, если я считаю себя таким плохим, далеким, то я должен себе говорить, что я на самом деле близок, и радоваться каждой минимальной возможности приблизиться к Творцу. И наоборот, если я склонен в силу своей природы или в силу того, что я сделал, так много всего, склонен там себя оценивать, то я должен наоборот себя принижать. Да, вот я вижу, что это как раз вывод из этих слов мудрецов. Практический вывод. Они это сказали в теоретическом плане, а Рабина Ахмана сделал практический вывод. Если так, то ты тоже руководствуешь этим. Но да, но с другой стороны все равно это в некотором смысле остаемся в кругу субъективности. Ничего с этим не поделать. Оценивать будут нас не здесь. Мы делаем то, что мы можем. Мы делаем то, что мы понимаем. Мы пытаемся, мы учим, не случайно, Раб сюда включил еще изучение тары. Потому что без тары нам очень трудно понять, чего от нас сегодняшний хочет. Ведь именно к этому мы устремлены. Не наше желание, а его желание. Но это чем-то напоминает теорию Виктора Франкла о том, что у каждого человека, конечно, есть его индивидуальное предназначение, но в чем оно заключается, можно узнать только в конце жизни. А, да? Я этого не помню, у него интересно. Ну, да, наверное, это безусловно. Это как бы очевидно, не очевидно. Очень похоже на правду, потому что жизнь такая сложная вещь, ты думаешь одно, а получается совсем другое. Ты хотел сделать очень много важных вещей оказалось самое важное, что ты думал. Знаешь, это анекдот такой. Самое важное, что ты сделал в своей жизни, это передал соль за столом какой-то. женщины, да? Мне кажется, это очень глубокий анекдот. Это исходит вот это барати ецера, барати тора тавлин. То есть тора называется приправой, а приправа это соль, то есть фактически задача передать тору. Я думаю, анекдоты почти всегда, если они хорошие, имеют очень глубокую основу такую. Ты думал, в данном случае оно именно опирается на то представление, что человек не знает, не может себя оценить адекватно в этом мире, только в конце выясняется, что было хорошо, что было плохо, что было правильно. Как говорил один наш знакомый много лет назад занят, что он перестал быть религиозным в какой-то момент. Но тогда он был религиозным совершенно, и он красиво это очень описывал. Мы идем по болоту, пробуем какую-то почку, смотрим, вроде она устойчивая, переходим на нее, потом следуем. Ну, может быть, это очень, как это сказать, описание такое, скорее испуганного человека, который боится за каждый свой шаг. Но в этом есть тоже много верного. Мы не знаем, куда нас каждый шаг приведет. Думаем, что это что-то позитивное. А реально не знаю. хорошо, по-моему, сегодня мы замечательно поучились, позанимались, открыли для себя много нового. Я, например, всем спасибо за участие. Спасибо, Андрей. Приходите в следующий раз и до новых встреч. вас всех ждем. Спасибо. Не отправляйте. Спасибо большое. Для меня